Привет всем друзья! Сегодня с вами я, Владимир, и это очередной скринкаст специально для группы ВКонтакте Bisonic Vipad 7. Если вы смотрите нас на ютюбе и счастливы обладатели данного планшета, подписывайтесь, комментируйте, вступайте в группу, ссылка будет в описании к видео. И вы поняли, что я в очень хорошем настроении, играет замечательная музыка, и какая же будет сегодня игра в нашем обзоре. И это всеми любимые Worms. Теперь эта игра перешла на платформу Android. Давайте посмотрим поподробнее. Помощь и опции, настройка и маленький камешек в огород производительности нашего процессора и вообще планшета. Надо выставить ползунок, слабая графика. Качество у игры не ухудшится, но вот бэкграунд и различные спецэффекты уже будут не такими яркими и сочными. Но зато игра будет работать без тормозов. Можно включить вибро. Так даже интереснее. Настройки команды. По умолчанию вы играете за победителей. То есть вы можете создать новую команду для себя или для искусственного интеллекта. Все как обычно. Также идем дальше. Мультитач замечательный. Как играть? На родном, любимом русском языке вам подробно расскажут, как делать те или иные приемы, как управлять червячками и как воевать. То есть, в принципе, я думаю, все предельно понятно и легко. У игры есть мультитач, мы можем увеличивать пространство. Если мы потеряли червячка, просто тапаем на экране. Иконки все, в принципе, переехали из оригинальной игры под Windows. И об этом будет позже. Давайте посмотрим титры. Игру сделала всеми любимая команда Team17. То есть, те самые, кто разрабатывали Worms World Party на PC. Следовательно, ждем от них самого лучшего о программе. Игра от EA Games. Следовательно, это эталон качества, как и в случае с Dead Space. И также можно выбрать различные языки. Но, думаю, вам это не нужно. Итак, смотрим на игру. Начнем с одиночной. И давайте выберем все-таки быструю игру. Режим легкий, так как это демонстрация. Значит, что все-таки меняет ползунок качества? Слабая графика. То есть, просто будут размытые бэкграунды. И не будет таких спецфектов, как дождик и тому подобное. А в целом, червячки, все остальное работает замечательно. Давайте посмотрим. Как вы видите, игра работает просто замечательно. Также я вам советую на всякий случай по моему предыдущему руководству обработать ваш планшетик. И давайте на тебе. Так, и еще второй выстрел. Прости, червячок. И давайте-ка я смотаюсь. Я не хочу получить от него люлей. Опа! Игра полностью на русском. Все атрибуты есть. Ждем 4 секунды, пока подумает искусственный интеллект. И сделает свое западло мне. Так, этот что-то не нашел ничего более оригинального, кроме как пострелять в... Ну, в принципе, такие же косяки были у них и на Windows. Теперь мой ход. Можно подождать также 5 секунд. Можно просто тапнуть на надпись и начать чуток заранее. Так, ну, в принципе, положение ничего так. Давайте посмотрим, что можно сделать. У игры приятная озвучка. Музыка. То есть... Ой-ой-ой. Неаккуратно. То есть мы управляем персонажем жестами. Так. Ветер против нас. Значит, в принципе, я готов. Выбираем силу выстрела. И он не потонул. Это печалька. Надо сматываться. Нет! Я чуть сам не утонул. Так, врача вызывали все возможные посылки. То есть все-все, что есть в оригинальной версии под Windows. Включая бешеную овцу, бомбардировку, самонаводящиеся ракеты и тому подобное. Видимо, у них совсем поехала крыша. В общем, must have. Особенно, что игрушка работает замечательно. При желании можете включить и хорошую графику. И производительность особо сильная и не снизится. Но все-таки мы здесь для фана. Ладно, сам бог велел. Можно, в принципе, замочить того червячка окончательно. А можно поиздеваться над маленьким. Сейчас все-таки игра в червячки. Здесь можно быть достаточно плохим и гадким. Давайте будем плохими и гадкими. Так. И возьмем самонаводящуюся ракетку. Так. И вот наша цель. Ну, прости. Эй. В чем дело? А, ну да, все правильно. Мы выбрали цель и теперь стреляем. Так, 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 так. На тебе. Все, потонул. Кто-то отправился на поиски Атлантиды. О боже, как я давно не играл в Ворумс. Это просто супер. Также, что приятно, у игры есть... Вот я включил вибрацию в настройках. Если вдруг вы отвлеклись на кого-то и враг делает ход, то устройство очень так нежно повибрирует в ваших руках. То есть, чтобы вы поняли, что да, как бы сейчас ходит враг. Аналогично и для вас. То есть, вы не можете почувствовать, но сейчас мой ход. Так. Что можно сделать? Ну, давайте посмотрим, какие есть оружия. Все-таки это обзорное видео. И давайте возьмем там, допустим, динамитик. И как бы так аккуратно с самим смотаться оттуда поскорее, чтобы не... Приготовились. Кладем динамит и джамп. Еще джамп. Все. Прощай, червячок. Нет из себя. Блин, ребят, извините, я очень люблю червячков. Это чумовая игра. Просто революционная в свое время. Я... Я, блин, в восторге. Ну, червячки, вы видите, моросят, потому что это очень слабенький интеллект. Ну, и вы понимаете, что я же все-таки делаю обзорное видео, зачем нам лишние сложности. Мой ход. И что, что, что? Ну, давайте посмотрим. Здесь есть и камикадзе, и бешеная овечка, и строительство, и напалом. Здесь есть все даже реактивный ранец. Ну, я не знаю. Игра просто чудная. Особенно учитывая то, что она так гладко работает на планшете. Также скажу, чтобы не было ни у кого замечаний о производительности, игрушку я тестировал уже неоднократно, очень много играл. Она работает идеально. Если же у вас какие-то проблемы, пишите, пожалуйста, на стене конкретно, в чем суть проблемы. Но если речь идет о производительности, то пишите, что вот как бы... Я выкладывал скринкасты, как надо оптимизировать свой планшет, чтобы у вас летали игры Angry Birds и так далее, чтобы все работало без лагов. Так что вначале пройдите по предыдущему скринкасту, оптимизируйте свой девайс и играйте, играйте, еще раз играйте. Есть учебный матч, есть подсчет трупов, есть битвы. То есть, в принципе, здесь уже поединки. Причем мы можем делать свою собственную команду, у червячков свои собственные могилки. То есть, все то, что мы так сильно любили еще во времена третьих-вторых пентиумов, это все поместилось в обычный девайс от Ysonic IPA7, наш самый любимый планшет. Огромное спасибо, что вы смотрели этот выпуск. Пишите, комментируйте. Игра занимает порядка... у меня всегда 250 МБ свободно. Следовательно, для игры нужно комфортно 80 МБ памяти. Также у меня подключен свап, но надобности в нем как таковой нету. Спасибо, что смотрели. Специально для группы ВКонтакте Ysonic IPA7. С вами был Владимир. И пати продолжается. Продолжение следует...